Я приехал в Иерусалим, чтобы найти семь мест, где Иисус пролил за нас кровь. Мы снова в монастыре, где мы чуть не упустили важную деталь. Мы также посетим церковь Бичевания и попытаемся подойти как можно ближе к месту, где две тысячи лет назад римские солдаты надели на Иисуса терновый венец. Здесь мы узнаем, что пятое чудо креста означает для нас. Это программа «Семь чудес в Иерусалиме». Сегодня я решил еще раз посетить монастырь «Сестер Сиона», в подвале которого раскопали римскую каменную кладку. Мы очень близко к тому месту, где римские солдаты били Иисуса плетью, а затем надели на него терновый венец. Мы обнаружим особую деталь на одной из плит, которую важно не упустить. Мы видим грубо высеченные отметки на одной из плит во внутреннем дворе, где бичевали Иисуса, предназначенные для игры в царя. Это было что-то вроде игры в кости, в которую римские воины играли, чтобы убить время. Проигравший становился царем глупцов. На него надевали красный плащ, и товарищи высмеивали его. Известно также, что проигравшему разрешалось заменить себя другим человеком. Может ли быть такое, что две тысячи лет назад проигравшего заменили Иисусом из Назарета, сделав Его царем глупцов? Мы никогда этого не узнаем. Но мы точно знаем, что после бичевания солдаты отвели Иисуса во внутренний двор. Они собрали целый батальон. Иисус был в полусознательном состоянии, когда Его высмеивали. Хотя Пилат не отдавал подобного приказа. Они разорвали на нем одежду. Им показалось смешным набросить римский красный плащ на Его исполосованную спину. Они дали Ему в руку палку вместо скипетра, сплели корону из терновых веток и грубо надели ее ему на голову. Терновый венец был, вероятно, сплетен из сухих веток дерева, чьи острые шипы достигают двух с половиной сантиметров в длину и могут легко проткнуть кожу. Солдаты в насмешку становились перед ним на колени и говорили, «Радуйся, царь Иудейский!» Они плевали ему в лицо, вырвали у него палку и били его по голове. При этом острые шипы еще глубже вонзились в его кожу, и он проил кровь в пятый раз. Сами того не ведая, солдаты совершили пророческое действие. Они показали, что Иисус пришел, чтобы носить венец из тернии нашей жизни. Для того, чтобы лучше объяснить это, нам нужно отправиться в другое место, где мы поразмышляем над значением тернового венца и пятого чуда креста. Я иду к старому францисканскому монастырю поблизости. Там, во внутреннем дворе, мы найдем часовню, которую крестоносцы построили для молитв. Лишь в 1838 году часовня оказалась в распоряжении францисканцев, которые обновили ее, используя терновый венец как элемент орнамента внутри и снаружи. Здесь мы поразмышляем над значением пятого чуда креста. Входя в часовню, можно увидеть изображение тернового венца над аркой двери. А внутри этот символ используется еще чаще. Посмотрев вверх, мы понимаем, почему мы здесь. Купол над алтарем богато украшен поразительной золотой мозаикой, изображающей огромный терновый венец. На золотой мозаике показано, как терновый венец испускает лучи солнечного света. Если вы присмотритесь, вы увидите 16 цветков, вплетенных в венец. Сначала кажется, что цветки контрастируют с терновым венцом. Как можно поставить рядом прекрасное и жестокое в одном произведении искусства? Но если вы поймете цель этого тернового венца и смысл пятого чуда креста, этот шедевр наполнится глубоким смыслом. Римские солдаты не случайно увенчали Иисуса короной из терна. Это событие также было срежиссировано Отцом, чтобы показать, какое значение имеет для нас пятое чудо креста. Терновый венец, которым римские солдаты короновали Иисуса, это символ проклятия, которое постигло землю после грехопадения Адама и Евы. В 3 главе Бытия сказано, что земля была проклята и произрастила тернии и волчцы из-за грехопадения людей. Бог сказал Адаму и Еве, «Проклята земля за тебя! Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей! Тернии и волчцы произрастит она тебе!» Лучшее определение проклятия – это последствия греха. Когда римские солдаты короновали Иисуса терновым венцом, это было пророческое действие, показывающее, что Иисус стал проклятием вместо нас. В 3 главе послание к Галатам сказано, «Христос искупил нас от проклятия закона, став проклятием ради нас, чтобы благословение Авраама было дано язычникам нам, чтобы верой мы получили обещание Духа». Иисус взял на Себя не только наши грехи, но и последствия грехов – вину, стыд, позицию жертвы. Некоторые христиане до сих пор в ловушке несправедливого прошлого и постоянно чувствуют себя жертвами. Они поверили в ложь, о том, что их жизнь определяется их прошлым. На самом деле, вашу жизнь определяют ваши решения. Решения, принятые вами в прошлом, во многом определяют качества вашей нынешней жизни. Если вы верите в Иисуса, ваша жизнь определяется не тем, что другие сделали с вами, а тем, что было сделано для вас на кресте. Иисус стал жертвой вместо вас. Он хочет, чтобы вы больше не держались за свою роль жертвы, а приняли чудо креста. В нашей церкви есть крест с терновым венцом, символом проклятия, то есть последствий греха в нашей жизни. После моей проповеди о пятом чуде креста, одна женщина вышла вперед, чтобы отдать проклятие своей жизни Богу. Кто-то протянул ей терновый венец и спросил, «Ты хочешь отдать Иисусу всю боль и несправедливость, которые были в твоей жизни?» Я видел, как ей трудно отдать венец из тернии своей жизни. Она так крепко ухватилась за венец, что шипы вонзились ей в кожу, и потекла струйка крови. Как насчет вас? Вы верите, что Иисуса короновали венцом из терний в вашей жизни? Он хочет, чтобы вы отдали ему свой терновый венец, свое прошлое, свою боль, свой гнев, свою печаль, свою отверженность, ощущение неполноценности, свое право на месть и роль жертвы. Представьте, как царь царей склоняется перед вами и говорит, «Когда солдаты били меня по голове балкой и шипы глубже вонзались в мою кожу, я взял на себя последствия грехов, совершенных тобой». «Не бойся», — говорит Иисус, «коронуй меня венцом из тернии своей жизни». Давайте помолимся в этом месте, где в центре нашего внимания значение тернового венца и попросим о чуде избавления. Помолитесь вместе со мной следующими словами. Небесный Отец, спасибо за то, что Иисус взял на себя все проклятия в нашей жизни. Я молюсь за тех, кто сейчас решает отдать свой терновый венец последствий греха Иисусу. Помоги им отпустить прошлое, свою боль, свои гнев и печаль. Помоги им разрушить власть греха в их жизни и освободи их от всех последствий греха. Во имя Иисуса, всякое проклятие, державшее их в рабстве, да будет разрушено, и пусть Твое благословение станет их благословением. Во имя Иисуса. Аминь. 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 Аминь.